Под председательством Акима города Экибастуза Аяна Бесекина состоялось совещание по рассмотрению новых подходов к противодействию и профилактике семейно-бытового насилия. Глава города отметил, что в этом вопросе ответственные органы должны перейти к работе в новом формате. Сегодня в областном Акимате на аппаратном совещании этот вопрос был рассмотрен с конкретными областными управлениями и руководством области и были внесены конкретные предложения об открытии в крупных населенных пунктах комиссии по делам несовершеннолетних и центры поддержки семьи. В нашем регионе под эти категории попадают поселки Солнечный и Шедерты, в которых должна быть организована эта работа. С докладом о недостатках и нововведениях в этой проблеме выступила заместитель Акима Бибигуль Имангалиева. Она отметила, что основным фактором правонарушений в семейно-бытовой сфере является употребление алкоголя и нарко-токсических веществ. Прежде всего, это, конечно же, употребление алкогольными, наркотическими и токсическими веществами. Согласно облогам административных дел, более 80% конфликтов, которые происходят в этой сфере, совершаются в состоянии объединения алкогольного. На втором месте объявляются психологические расстройства правонарушителей. Эксперты утверждают, что порядка 30% агрессоров имели негативно-детский опыт, такое, как сексуальное домогательство в детстве. Они были очевидцами насилия, в том числе в своей семье, либо родители злоупотребляли наркотическими веществами или алкогольными напитками. Третье – социальное неблагополучие. Закредитованность населения, отсутствие работы, тяжелые болезни родственников становятся причиной ежегодных слабалов. Кроме того, они способствуют снижению семейно-бытового насилия, низкий уровень культуры, правовой грамотности, информированности, а также утрата семейных ценностей, отсутствие ответственности членов семьи друг к другу. Что касается региона, то в текущем году выявлено 68 неблагополучных семей. Количество неполных семей составляет 2867, в них воспитывается более 4000 детей. К комиссии по делам несовершеннолетних за 10 месяцев текущего года рассмотрено 86 дел. Важно отметить, что Конституция страны признается право на неприкосновенность частной жизни, семейной тайны, защите чести и достоинства. Однако, зачастую в СМИ и социальных сетях открыто демонстрируются фото потерпевших и обсуждаются подробности их личной жизни, тогда как у большинства из них, из детей, которые могут испытывать по этому поводу проблему сейчас или в будущем, также они могут быть жертвами буллинга. По линии внутренней политики необходимо также сконцентрировать нам внимание на продвижении семейной политики. Данную работу мы продолжим на всех этапах становления личности. Это начинаем с детского сада до зрелого возраста. В своем докладе заместитель Акима также перечислил основные недостатки в этой сфере. Из них, независимо от того, какую отрасль вы берете, нехватка специалистов стоит на первом месте. Еще одна проблема – отсутствие мест для экстренного размещения детей в возрасте до трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации при их изъятии у родителей в ночное время. Поэтому было предложено до отправки детей в город Палводар в дом малютки выделить палату в городской больнице. Следующая проблема – это у нас отсутствие комиссии по делам совершения этих сельских населенных полу. В этих целях улучшения эффективности работы по появлению неблагополучных семей и профилактики бытового насилия на несовершеннолетних предлагается создать комиссии в сельских округах города Хепастуз. Это согласно статье 9 закона о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризонности. И пункт номер 3, глава 1, теплового положения деятельности комиссии КДР, утвержденный постановлением Республики Казахстан от 11 июня 2004 года, номер 789. В связи с этим необходимо наделить одного специалиста по организации работы КДР, реакиматор сельских округов в каждом сельском округе. Это согласно пункту 6 данного закона. В целом, Ебигульца Гентаевна перечислила 9 нерешенных вопросов. По одному из них было предложено открыть центр поддержки женщин. Однако нельзя сказать, что все сказанное было поддержано, потому что для решения некоторых из них требуется время и средства. В прошлый раз мы поисками занимались, но у нас рации у всей полиции, у нас 24 рации, 400 человек работают в полевых условиях, где мобильные связи могут быть. И приходится, это просто время все занимает, обратно возвращаться на базу, к которой мы определили местные акиматы, и потом обратно подвигаться, чтобы какие-то новые водные получили. Вот эти все вещи, я задачу ставил, но я не вижу никаких предложений. Было отмечено, что необходимо организовать встречи с депутатами Сената и Можилиса по изменению законодательств, но до этого было поручено собрать предложения общественности и местных исполнительных органов по данному вопросу. В течение двух недель мы должны полностью провести качественное прочесывание всех населённых пунктов нашего региона и города в том числе. Поэтому сейчас сконцентрируйтесь, если вы сидите туда, кто вам нужен. Песня с ней, я вам скажу, все ваши распоряжения, только поделитесь, обоснуйте, покажите, кто, куда и в каком количестве.